Дмитрий Кузнецов Динамо началась реконструкция. Об этом и многом другом в ближайшие 15 минут. Здравствуйте! Начнем мы по традиции с обзора главных спортивных событий минувшей недели. Большунов продолжает побеждать. Уроженец Брянской области, лыжник Александр Большунов, одержал очередную победу на этапах Кубка мира. На этот раз наш земляк стал лучшим в Мастарте в шведском Фолуне. Дистанцию в 15 километров Большунов прошел за 33 минуты и 10 секунд. Отметим, что эта победа стала для Александра седьмой в сезоне 2019-2020 годов. Большунов уже побил российский рекорд по количеству очков в общем зачете. После этапа Кубка мира в Фолуне российский лыжник набрал 1647 очков и занимает первое место, опережая на 425 баллов ближайшего преследователя, норвежца Йоханнеса Клэба. В продолжение темы важная информация для поклонников лыжных гонок. Установившаяся в Центральной России погода в этом году не позволила в установленные сроки провести всероссийскую массовую гонку «Лыжня России-2020». Как сообщили в областном спорткомитете, гонка перенесена на 29 февраля. К другим новостям. С переменным успехом в минувшие выходные выступали представители игровых видов спорта. Хоккейный клуб «Брянск» в очередном туре регулярного чемпионата принимал на своей площадке лидера дивизиона – хоккейный клуб «Динамо-юниор» из Санкт-Петербурга. Увы, но оба поединка серии закончились для хозяев поражениями – 0-4 и 2-5. А вот брянские волейболистки и баскетболисты порадовали. Женский волейбольный клуб «Брянск» на выезде с одинаковым счетом 3-0 дважды переиграл «Балтийскую волну». Двойного успеха на родном паркете добились и брянские баскетболисты. Наша команда оказалась сильнее баскетбольного клуба «Митсубаскет» из Липецка. Первая встреча закончилась со счетом 88-75. Второй поединок серии завершился для гостей и вовсе форменным разгромом – 96-43. В память о герое в Брянске на базе строительного колледжа имени Жуковского состоялся традиционный, уже 18-й по счету, турнир, посвященный памяти воина-афганца, выпускника колледжа Владимира Поселянинова. На этот раз в борьбу за награды соревнований вступили шесть мини-футбольных коллективов, представлявших учебные заведения областного центра. Команды провели по пять матчей по круговой системе. В итоге лучшими стали хозяева – студенты Брянского строительного колледжа. Все участники получили награды и подарки от организаторов. Такие турниры хоть и проходят в Брянске на регулярной основе, но случаются один-два раза в год, а в остальное время любители погонять мяч остаются предоставлены сами себе. Именно такое положение дел сподвигло группу энтузиастов несколько лет назад создать в регионе федерацию дворовых видов спорта. Что это за организация и каких успехов добились ребята на федеральном уровне? Об этом нам рассказал вице-президент федерации Кирилл Королев. Как судья на тот момент действующей областной федерации футбола создал для своих друзей маленький турнир из восьми команд. Играли на страшном поле по колено в грязи. Другим посмотрели, понравилось, начали команды проситься в турнир. Ну, заявились другие команды. Ну, понятно, что уже своими силами проводить турнир было невозможно. И была создана федерация, которая вот до сегодняшнего дня существует, развивается. И сейчас уже почти 200 команд каждый год участвуют в соревнованиях в дворовом формате. Ну, кроме этого, у нас сейчас параллельно проводятся, даже не сказать турниры, это целые такие спартакиады с отдельным финансированием по президентским грантам. Вот дважды мы выигрывали грант, один на большой спартакиаду, который два года назад был проведен. Очень всем понравилось. Ну, просто в Брянске такого аналога таких мероприятий для именно любительских дворовых ребят не было, которые смогли участвовать во всех видах, даже легкой атлетики, настольный теннис, баскетбол. Причем там была особенность, что всем надо было участвовать во всех видах. То есть ты не можешь быть просто футболистом, просто твоя команда ничего не займет. Такого направления в других регионах еще не было реализовано, поэтому это был как бы пилотный проект. Единственная, конечно, сложность, что по правилам президентских грантов, ну, один и тот же проект не может быть профинансирован дважды. Недавно мы провели исследовательскую такую работу. Был задан простой вопрос студентам вузов, СУЗов, потому что я сам как бы выходец в дворовую лигу, во дворовый футбол, я попал именно из института. Был задан вопрос, можете, имеете ли вы возможность заниматься спортом, ну, в частности, футболом, в своем учебном заведении, в свободное от уроков время? То есть, например, посещать спортзал и так далее. Оказалось, что 87% студентов, вузов, СУЗов, неважно, они не имеют возможности, то есть у них просто нет возможности заниматься спортом централизованно, то есть они могут потом пойти куда-то во дворе себе побегать, но со своими ребятами из института им нет возможности сыграть в турнире, если они, ну, не участвуют, например, в сборной команде института или не участвуют там в областном футболе. И, соответственно, появилась идея создать для таких ребят вот возможность поучаствовать в спартакиаде и, возможно, именно после такой спартакиады ребята смогут сохранить свой состав и участвовать в других соревнованиях, начиная с дворового футбола и заканчивая областным чемпионатом. И было поддон-грант на, называется, Стутбол 2020. Идея очень проста. Для ребят, не занимающихся в областном футболе, предоставить возможность играть в хороших залах в зимнее время, участвуя в спартакиаде. И этот грант получил поддержку. И вот в ближайший месяц все желающие, вот кто занимается, умеет держать хотя бы мяч в ногах и у него есть хотя бы четверо друзей, могут заявиться в этот чемпионат. Называется Стутбол 2020. Совершенно бесплатно. Очень хорошие призы будут, то есть форма, мячи. Поэтому если вы занимаетесь футболом хотя бы на уровне дворовым, заявляйтесь, это ваш чемпионат. Полную версию интервью с вице-президентом Федерации дворовых видов спорта Брянской области смотрите в ближайшее время в программе «Здесь и сейчас» на телеканале «Брянская губерния». Тему же футбола мы продолжим уже на профессиональном уровне. У брянских динамовцев стало на одного соперника меньше. Накануне стало известно, что исполком РФС официально исключил московский «Арарат» из числа участников чемпионата. Данное решение означает, что столичному клубу в оставшихся матчах будут засчитаны технические поражения со счетом 0-3. В связи с этим весной в Брянске будет на один футбольный матч меньше. Ну а как готовят домашнюю арену к возобновлению чемпионата, расскажем прямо сейчас. Брянский стадион всегда вызывал приступы зависти у игроков и болельщиков приезжих команд. В середине нулевых такие арены во втором дивизионе можно было пересчитать по пальцам. Но, увы, время берет свое. С момента последней модернизации прошло уже почти 10 лет. Требования очень серьезные, они значительно возросли. Достаточно сказать, они не очень сильно отличаются от требований Премьер Лиги. И они с каждым годом ужесточаются. Допустим, кроме показателей по стадиону, Лига предъявляет еще свои требования, инспекция. 25 показателей. Здесь и общая безопасность, транспортная доступность, сервис, комфорт и другие. Синебелые после осенней части чемпионата возглавляют турнирную таблицу зоны «Центр» и имеют все шансы сохранить за собой первую строчку. К такому исходу турнира клуб должен быть готов административно и инфраструктурно. Если мы не начнем серьезно заниматься и команда по спортивному принципу останется на первом месте, то мы никуда не попадем. Я имею ввиду повышение уклада. Все свои планы согласовываем с правительством Брянской области. Есть понимание, направление, поддержка губернатора Брянской области. Мы работаем. На стадионе появилось современное цифровое табло. Будет закуплено специальное оборудование и техника, в том числе и по уходу за газоном, который по праву считается одним из лучших в ЦФО. Любой газон, натуральное покрытие, максимум 4-5 лет необходимо проводить ремонт. Тогда он будет соответствовать. Здесь, понимаете, 42 километра труб под полем. Восстановлено подогрев поля. В настоящее время привезена жидкость специальная. Уже в этом году хотим произвести пусконаладочные работы и проверить в деле. Мы не имеем права не успеть. От спорта высоких достижений перейдем к спорту любительскому. В каждой из наших программ мы рассказываем о необычных спортивных секциях и людях, для которых увлечение спортом не просто хобби, а смысл жизни. И сегодня мы отправимся в поселок Белые берега. Такие трюки ожидаешь увидеть на шоу по силовому экстриму или, как минимум, в цирке. Но никак не в скромном спортивном зале поселкового Дворца культуры. 67 лет. Хочу пожонглировать тремя шарами. Обрезины, килограммовые. Мы занимались. Двойборем занимались. Рывок, толчок, длинный цикл. Ну, сейчас по состоянию, по возрасту, так, просто для себя, для здоровья. Нам на всех здесь почти 600 лет, шутят участники этого необычного спортивного коллектива. Но заглядывать в паспорт тут не принято. Если немного перефразировать классика, спорту, как и любви, все возрасты покорны. Случайно, в 60 лет, просили выступить на Масленицу. Попробовал гирьку. И 32 кидаю, и 24, и 16. Затянуло. Вот сразу затянуло. Все. Сказал, это мое. Я как бы с ним общался. Вот в это время, это ваше твое время, вот это мух. Я говорю, хотя бы раньше. Может раньше, но с ним твое было. Организм, значит, не требовал. Я над ним подшутил. Ну так, не зло, но подшутил. Человек никогда ничем не занимался. И сейчас ему 63 года, и он довольно-таки серьезно занимается. Он этим загорелся, он этим живет. Мало того, он сейчас ставит личные рекорды, что немаловажно. А в соседнем зале под забойный бит качает мышцы молодежь. Но до результатов стариков-гиревиков этим ребятам еще далеко. Подтянуться полсотни раз или перевернуть 300-килограммовую автомобильную покрышку. Легко. Я тоже занимаюсь гиревым марафоном, сейчас увлекся. Часовой марафон у меня был. Поднял 1180 подъемов. 16 килограмм гири. То есть гирю взял и через час ее поставил. И я, конечно, был в шоке, когда увидел, что большая часть приходит даже, наверное, в возрасте заниматься, нежели вот школьники. И вот после таких, как проводятся соревнования в поселке, вот молодежь смотрит на них, приходит и начинает заниматься в этом спортивном клубе. Силен Ахачев. Они самодисциплинированный народ здесь. Наш тренер, он что делает с ними? Он бегает вокруг них. И они стопроцентные исполнители. То есть то, что он им дает, нарезает, они стопроцентно исполняют. Это пример для подражания. Тянутся, тянутся. Ломают копья, медики. Говорят, не надо. Другие говорят, замечательно. Ну вот, посмотрите на них. Ну все, делайте ВВД. Ну ладно. Пусть, пугай, пугай. Пусть, пугай. Пусть, пугай. Вверху, пугай. Есть! Вот так должен выглядеть в 60 лет, в 61 год мужчина. А я напоминаю, что у нас теперь есть возможность общаться. Подписывайтесь на официальную группу программы «Не спорьте о спорте» ВКонтакте. Задавайте вопросы, комментируйте, делитесь новостями. Но помните, о спорте не нужно спорить. Спортом нужно заниматься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова